итак всем снова привет фоллиот на связи вторая часть 4 эпизода frozen paradise вышли мы из корабля прошлой части отправляемся к своему отряду по вход в пещеру тут у нас полный артунг гопники атакуют как говорится тут не только гопники еще и из инопланетянина летят хорошо ух ёшкин кот красиво моего тут отпрыгнули так и жахнули не было времени переключаться так а вот уже инопланетяне первая цель у них естественно мы будем хрена не корейцы атакуют у них наверно тоже там дискриминация расовая такс нравится с этим вот эта вторая часть 4 эпизод прикольного сделан как я уже говорил люблю просто зимние пейзажа зимний вообще антураж такс а я кстати честно говоря даже и не знал как они называются ну до второй части эти инопланетяне цех вы их там как выяснилось зовут даже мне их цех будем называть их цех так кто у нас тут никого а вон опять там этот хиллер их не жалко двоих одни выстрелы нельзя ну Так, я бы хотел попробовать разглядеть этого хиллера, так и не разглядел. Он там куда-то за камушке спрятался. Сейчас будем думать, ну а вот он. Вообще, в принципе, для разнообразия неплохо разработчики придумали этих хилеров, ну, усложнили задачу. На мой взгляд, довольно-таки оригинальный, интересный момент такой. Такс, что тут начало всё рушиться. Трубачки в нано-костюмах корейских. Так, вот, выходим сейчас к этому заводу и входу в скальную пещеру. Красивый вид такой открывается. Всё самое интересное, что это всё интерактивное. То есть, как в любом месте, можно подойти до такой песочницы. В Warhead, кстати, эта песочница более линейная, узконаправленная, нежели в первом части. Сэндбокс. Хотя я, честно говоря, так до сих пор смысл точного этого сэндбокса и не понимаю. Вроде как бы сэндбокс, кстати, подразумевает нелинейное прохождение с Open World. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Ну, даже не обязательно с открытым миром, а просто как бы, чтобы были варианты. Такой простор для эксперимента, скажем так. Сэндбокс подразумевает с собой именно это. Лейн, я на месте! Блд! Я ловлю входа в шахту. Если сможет зачистить посёлок ловлю шахты. Но твоя основная задача в кратчайшей сроке встретиться с нами. Понял? поселок поселком не назвал хотя в принципе кто играл в red dead redemption помню там поселки конечно еще и меньше бывают ковбойские такие как мне нравится эта игра но не буду в топить может быть когда-нибудь и выложу свое прохождение у кого есть сонька рекомендую или xbox не приятель я скоро буду форме как-то я забываю о потону больно от наших выстрелов красиво залив так в скалу выехал обострял я понимаю физика своими там с горючками зацепился крошки чуть-чуть они не красного цвета эти крошки не понимаю не штанте по кровь а комоглобин имеет свойство особенно при осаждении водой краснеть а лед у нас это вода то бишь кровь должна красного цвета оставаться хотя как я говорил уже химии я не особо силен возможно приводить действия больших температур минусовых цвет тоже меняется белый не знаю такс но тут на самом деле вот как вариант можно усерстся за этот танк нам сейчас предстоит оборонять затем обвалившимся грузовиком подходы к пещере как дела кекс мне нужно еще четыре-пять минут мороз может сыграть злой шоку с нашей взрывчаткой кексы окей объекты возвращаются всех на защиту периметра доставай си-4 зачем си-4 я и так постреляю да конечно винтовка гаусса с фактическим прицелом вещь конечно незаменимая как в коридоре так и в открытом расстанце что-то там такое жахнуло красивое небо такое как я уже говорил кстати да хочу обратить ваше внимание вторая часть такая относительно коротенькая получилась не 20 минутная как все первые части вообще на каждый эпизод довольно-таки много времени уходит начинаем так сантуру по ней бить бесполезно так сантуру по ней почка попали прошломок кучку всех не они плохо справляются это на самом деле одни из немногих наших мпс дружеских которые на которых хоть какой-то толк есть я обратил внимание то есть более или менее такой доступный противник искусственный интеллект сносно справляется хотя бы не дохнет так там новая порция сейчас летит плюс еще усложняет задачу нам подлетами здоровых ух ты такой дерзко пришел намазить не надо так торопиться никуда со всех щелей в общем банан шмаляем Сейчас пристрелим, не боюсь. Ах ты. Основную массу вроде мы замочили. Садового выстрела, круто. А это какой-то новый вид, какой-то оранжевый. Интересно, что он может делать такое? Я правда его так особо и не подключаю. Вот эти вот синие плагмы бьют. Акинер красный. Прикольно, оказывается, у них крит и есть. К критами можно по нему попасть и взорвать с одного выстрела. Это верблюдо. О! О! Ух, как-то всё. О! 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 О!